В чем секрет уверенности Хабиба Нурмагомедова? Как ведут себя противники рядом с ним? Чем он отличается от Конора Макгрегора? И как он побеждает до боя еще на взвешиваниях? Меня зовут Сергей Бубович, вы находитесь на канале Ментал ТВ и сегодня я разберу особенности поведения Хабиба и его противников. Те, кто наблюдает за Хабибом, успели обратить внимание на его спокойное поведение. Его спокойствие бессознательно дает понять окружающим, что нет поводов для беспокойства, волнения или угрозы со стороны. Даже если внутренне это ощущает, то у него успешно получается это скрывать. Посмотрите на его спокойную походку. Тело расслаблено, подбородок приподнят, руки не образуют барьеров и четкий прямой взгляд в глаза противника. Что бессознательно нами воспринимается как уверенность. Давайте сравним его поведение с Тони Фергюсоном и почему Хабиб кажется в более выигрышном положении. В тот момент, когда начинается спор, Хабиб придерживается более отстраненного повествования, который используется для того, чтобы задеть собеседника, не оскорбляя его. Но его оппонент смотрится более проигрышно за счет того, что начинает переходить на личности. Это говорит о его невозможности подобрать более аргументированные доводы, тем самым говоря о будущей ситуации, которая еще не состоялась. И не факт, что произойдет. Это пустые угрозы, которые появляются вследствие бессилия в данной ситуации вести конструктивно или более спокойно спор. Такое поведение ставит его более слабую позицию. Так как мой уровень английского оставляет желать лучшего, а я хотел получить более точный перевод этих слов, я воспользовался сервисом UDU, чтобы найти переводчика. Оказалось, это достаточно просто. Я разместил объявление, указал сроки и цену. В течение нескольких часов я получил отклики исполнителей, которых устраивают мои условия. Из тех, кто откликнулся, я выбрал одного человека на основе его портфолио и отзывов, которые, как я понял, поделать невозможно. Особенно удобно это делать в их специальном приложении, с помощью которого можно легко оформить заказ в любом месте. Кстати, тут можно найти мастера любого дела, в зависимости от того, что вам нужно, начиная от курьера до дизайнера, заканчивая мастера по ремонту. И если вы что-то хорошо умеете делать, то можете стать исполнителем на этом сайте. Говорю не понаслышке, потому что когда-то сам занимался монтажом роликов и съемкой на заказ. Ссылку на этот сайт я оставлю в описании. Давайте посмотрим, как Хабиб смотрится выигрышнее на фоне Тони Фергюсона. В самом начале Фергюсон смотрит вниз, следя за своими шагами. Если посмотреть на губы, то они поджимаются, что может говорить о контроле своих эмоций и концентрации, и становятся в боевую стойку. Вероятно, вследствие волнения или будущей неуверенности, она выбрана целенаправленно для более комфортного расположения и чувства точки опоры. В свою очередь, Хабиб спокойным шагом выходит вперед, его взгляд направлен на противника, спина прямая и тело расслаблено. Выглядит более уверенно и достойно, чем его оппонент. Стоит ли еще говорить о том, что Тони надел очки, чтобы чувствовать себя более комфортно? Возможно, это часть имиджа или что-то такое. Но, к сожалению, я не смотрю так подобно, и для меня это является сигналом неуверенности. Обычно человек надевает очки в обычной обстановке при общении, когда ему есть что скрывать, если, естественно, солнце не светит глаза, как сейчас. Также тут Тони Фергюсон выкрикивает и проявляет всяческие эмоции, что выдает его эмоциональную нестабильность. Он якобы хочет выплеснуть накопившуюся энергию, когда Хабиб, в свою очередь, достаточно спокоен и уравновешен. В этой ситуации Хабиб хотел снять очки с лица Тони, но этого не вышло. А какие бы вы использовали приемы или способы, возможно, психологические манипуляции, чтобы снять очки со своего собеседника или оппонента, оказавшись в подобной ситуации? Напишите об этом в комментариях. Кстати, я хотел бы еще обратить ваше внимание на одну перепалку, которая возникла между ними. Мне этот момент показался достаточно любопытным. Когда Дану Уайт отталкивает их, Тони Фергюсон дает слабину и не хочет ввязываться в конфликт, тем самым прячась за Даном, напоминая сцену, как мать защищает своего ребенка от хищника, а тот прячется за ней. Я долго думал, насколько это все объективно, и действительно ли он пытается прятаться за Даном Уайтом, либо, возможно, тот специально расположил так руку, и это простое стечение обстоятельств. Но все же я обратил внимание на несколько деталей, которые заставляют меня думать иначе. Посмотрите, когда Тони пытается убрать руку Дана, то делает это снизу вверх. Тем самым барьер бы не устранился, а наоборот, образовался бы больше. Если бы он бессознательно действительно хотел убрать руку, то сделал бы это сверху вниз. Вторая деталь, которая бросилась мне в глаза, это то, что если бы он хотел действительно разобраться и выйти один на один, то обошел бы руку с левой стороны, а не стал бы прятаться за спиной. Вроде бы кажется, что он пытается выйти из-за спины, но его нерешительность выдает наклон головы. Он выглядывает из-за Дана, а не пытается обойти руку всем телом. И когда Хабиб напирает, тот замирает на месте, либо отходит в сторону или назад. А давайте посмотрим на Хабиба в этот момент. Он настроен достаточно решительно. Он стоит с краю руки, а не прячется за спиной, несмотря на то, что Дана тоже его отталкивает. Его корпус наклоняется вперед. Когда тот его провоцирует в очередной раз, то он напирает, открывается. Он открывает переднюю вентральную часть своего тела. Он не боится угрозы. Он демонстрирует ладони, тем самым показывая, что готов принять его напор и вызов. В одном из выпусков я описывал также поведение Конора Макгрегора. Я говорил о том, что он также ведет себя уверенно, но эта уверенность имеет немножко иной вид. Во-первых, потому что Конор обладает другим типом личности, а во-вторых, он нацелен устроить шоу, когда для Хабиба главной задачей является победа и чемпионство. Ему не важен весь этот кураж, ему важен сам процесс. Но тем не менее, оба ведут себя достаточно уверенно и обладают разными особенностями поведения. Первый провоцирует своих противников и пытается психологически подавить, а другой подавляет их бессознательно, своим спокойствием и хладнокровием, без провокации или каких-то скрытых мотивов. А как вы думаете, если бы Хабиб и Конор столкнулись с битвой взглядов один на один, то выглядел бы более уверенно или подавил бы психологически своего соперника, или оба выглядели бы на равных? Пишите ваше мнение в комментариях. Кстати, для тех, кому интересно, я сделаю анализ противостояний Хабиба и его противников в своем инстаграме. Переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. А если вам понравился этот выпуск, то подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и ждите новых видео. И остальные ссылки проекта я оставлю в описании. Следите за людьми и не оставайтесь до руках. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok